12 апреля 1961 года. Мир изменился навсегда. Человечество покорило космическое пространство. Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет. День космонавтики отмечается повсеместно. Праздничные мероприятия прошли и в Щелковском районе. 108 минут, которые изменили мир и исполнили мечту человечества. Для Щелковской земли День космонавтики имеет особое значение. Ведь именно у нас расположился звездный городок, где работает Центр подготовки космонавтов. Там проходят подготовку все космические пилоты, включая и самого первого в истории, Юрия Гагарина. Щелковская земля подарила первого космонавта. Щелковская земля подарила целую приятную космонавтов Советского Союза, Российской Федерации. На Щелковской земле готовились в полет не только российские космонавты, но и космонавты зарубежных стран. Проходил в Центре космонавтов подготовку и Евгений Тарелкин. В 2012 году в составе экипажа корабля «Союз ТМА-06М» он совершил полет на МКС. Воспоминаниями космонавт поделился со школьниками. На встречу с ним в Щелковский районный культурный комплекс пришли почти 400 ребят. Сильного страха не было, признается Евгений. Полет стал для него настоящим счастьем, ведь к нему он готовился почти 10 лет. Выведение идет порядка 9 минут, 8 минут 46 секунд. И в этот короткий промежуток времени у вас очень много задач. Причем задачи, они настолько, вы должны реагировать буквально на доли секунд. И каких-то ощущений или что-то там, страха еще, как правило, у командира и гординженера у них нет вообще, потому что ты просто сосредоточен. Со статистикой не поспоришь. В среднем из всех, кто проходит строгий отбор, попадает в отряд космонавтов, в космос летит лишь четверть. Ребята рассказами Евгения Тарелкина вдохновились. Многие стремились задать вопросы космонавту. Вкусно ли кормят на борту? Какую работу приходилось выполнять на станции? Насколько впечатляет вид нашей планеты из космоса? Общение получилось весьма оживленным и продлилось даже дольше, чем предполагалось изначально. У нас, кстати, умненькие детишки. Вопросы, вы, наверное, сами слышали, не глупые были. Поэтому это здорово. Меня это радует. Был провал вот этой 90-е годы, когда ни патриотизма, ничего не было. И, естественно, вот этот провал надо убирать. Потому что иногда даже бывает, что при выступлениях детишки не знают даже, кто такой Гагарин. Ребята отметили, встреча пришлась им по душе. Уж очень интересная профессия – космонавт. Интересная и очень опасная. Насколько смелым надо быть, чтобы отправиться в космос? Я считаю, что этого много стоит, чтобы побывать в космосе и перебороть самого себя и перейти через себя и стать космонавтом. Во-первых, смелым. Это же тяжело туда, наверное, лететь. Ну и знания должны быть определенные. Явно мозгами, холоднокровием и храбростью. Потому что туда сесть – это уже подвиг. Ну а если кто-то не боится космических далей и грезит космосом, сообщаем. Шансы есть. 14 марта стартовала кампания по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Один из главных критериев – богатырское здоровье. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова